Для семьи Шаровых Великая Отечественная война не просто исторический период. Для Татьяны и ее родных это личная трагедия. Один из членов их семьи в ту войну пропал без вести. Чтобы отдать дань памяти всем тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, они ежегодно участвуют в городской акции «Сад Победы». Это культурная наша дань нашим предкам, которые защитили нашу Родину. И мы стараемся делать лучше наш город, озеленять его. К воспитанию своих детек чувства патриотизма и любви к Родине старшее поколение семьи Шаровых подходит очень ответственно. Рассказывает о том, какой ценой досталась нашему народу победа в той войне. Активно участвует во всех акциях, посвященных ветеранам и солдатам. В школе активно мероприятия проходят, посвященные армейских чемоданчиков. Участвуем, приносим туда фотографии прадеда, моего деда, который у нас пропал в Великую Отечественную войну. Писали работу на эту тему, сочинение. Рассказываем, семье нашей помним, участвуем в акции «Бессмертный полк». Акция «Сад Победы» проходит в нашем городе не первый год. И с каждым разом количество участников возрастает. По словам Инны Родиной, специалисты отдела экологии ДГХ особенно активно акции поддерживают школьники. Хочется их отметить особенно. Это 13-я школа, 9-й А-класс. Наши уже постоянные помощники. Сегодня у нас к нам присоединился политехникум и клуб «Молодая семья» Владежного центра. Всего в театральном сквере участниками было высажено около 20 кустарников. Пройдет всего три года, и это место преобразится. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.